Введите свои данные и войдите в аккаунт. В разделе «Домашняя страница» выберите нужный курс и нажав на шестеренку в верхнем правом углу, перейдите в режим редактирования. Чтобы создать новую тему, просто кликните по ней и введите название. Чтобы добавить лекцию в списке «Добавить ресурс», выберите пункт «Страница». Добавьте название страницы и перейдите к содержанию страницы. Нажмите на кнопку панели инструментов. Вы открыли текстовый редактор. Выберите полноэкранный режим. Чтобы скопировать текст из документа, выделите текст и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl-C». Чтобы вставить, используйте комбинацию клавиш «Ctrl-V». На панели инструментов вы можете редактировать текст, менять размер, шрифт и цвет текста. Чтобы вставить картинку в лекцию, нажмите на кнопку «Вставить изображение». Выберите нужный файл для загрузки. После загрузки во вкладке «Оформление» можно изменить размер изображения. Далее нажмите «Вставить» и «Окей». Картинка появится в вашем тексте. Если вас не устраивает размер рисунка, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите на «Редактировать изображение». Измените нужные параметры и нажмите «Обновить». Для того, чтобы вставить изображение в определенном отрезке текста, выставите курсор в нужное место и добавьте изображение. Если изображения идут подряд друг за другом, поставьте между ними пробел или абзац. Важно помнить, что нельзя добавить больше одного изображения за раз. Когда лекция будет готова, выйдите из полноэкранного режима и нажмите «Сохранить» и «Показать», чтобы посмотреть, как выглядит ваша лекция. Вместо презентации в PowerPoint, опорный конспект нужно вставить как картинки. Для начала, откроем презентацию. Нажмите «Файл сохранить как». Выберите папку для сохранения файлов. Тип файла поменяйте на JPEG и жмите на «Сохранить». В всплывшем окне выберите «Все слайды». Опорный конспект в тему добавляем так же, как и лекцию. Введите название, а в содержание страницы вставляем изображение. Чтобы добавить ссылку на видеоурок в списке «Добавить ресурс», выберите пункт «Гиперссылка». Введите название и вставьте ссылку на видео. Затем «Сохранить» и «Вернуться к курсу». Чтобы добавить тест, в списке «Добавить элемент курса» выберите пункт «Тест». Введите название и жмем на кнопку «Сохранить и показать». Далее «Редактировать тест». Нажимаем на кнопку «Добавить» и перед нами появляется окно, которое предлагает выбрать тип вопроса. После выбора типа вопроса, введите его название и текст. Введите варианты ответов и в пункте с правильным ответом, в графе «Оценка» выставляем 100%. Сохраняем и продолжаем редактировать тест. Короткий ответ или числовой ответ используется для ввода ответа вручную. Множественный выбор, для классического теста с несколькими вариантами ответа, еще 14 типов вопросов с различными опциями на выбор. Посмотрите, как работает тест на соответствие. Введите название и текст вопроса. Здесь написано, что должно быть как минимум два вопроса и три ответа. В графе «Вопрос» соответственно пишем вопрос, а в графе «Ответ» – правильный ответ на данный вопрос. Вы можете добавить неправильные ответы, создав ответ на пустой вопрос. Сохраните тест и посмотрите. Вот так будет выглядеть тест на соответствие. Слева находится список вопросов, а справа ответы в выпадающем списке. Также, если ваш предмет требует наличия показательных практических заданий, которые нельзя интерпретировать как тест, разрешается добавить пункт задания. Для этого, в списке «Добавить элемент курса», выбираем пункт задания. Введите название и описание задания текстом, также укажите четкие параметры для ответа, как указано на видео. Если требуется, выставите ограничения. Нажмите «Сохранить» и вернуться к курсу. Вот так выглядит тема в новом формате. Далее завершить редактирование.